Здравствуйте, дорогие друзья! Давайте пофилософствуем вместе с нашими мудрецами. Талмуд комментирует, что в любой ситуации не мышь является вором, а скорее дыра в стене, через которую мышь проникает в дом. Талмуд он умный всегда, надо всегда понять, что он хочет сказать. Кто есть кто в нашей главе? Обратите внимание, нет никаких сломнений, что страшный злодей в чтении Торы этой недельной главы это Белам. Надеюсь, вы читали, надеюсь, да, если нет, срочно надо читать, тем более, что там рассказывается про знаменитую ослиц, о которой я заговорил, и вообще. Ненависть Белама к еврейскому народу, она давняя. Он был одним из советников фараона и поощрял этого нехорошего человека поработить народ Израиля, уничтожать. То есть, короче, давний, понятный человек, да. Но даже когда он узнал, что Бог не хочет его мессии, на которую его призывал Балак проклясть еврейский народ, он тем не менее все делает, чтобы идти и идти. Даже говорящий осел не смог его отвлечь от этой цели. И все же говорят мудрецы, что настоящий преступник это Балак. Потому что он инициировал все это. Он, вот та дыра, которая позволяет проклясть еврейский народ. Балак, царь Магава, ему небесным указом было сказано, что земля его не будет захвачена, еврейский народ, и все, у него была гарантия неба, да. И в связи с тем, что он произошел от лота и так далее. Несмотря на то, что Балак все это великолепно знает, он намерен уничтожить еврейский народ любыми способами. И проклятие Белама, это только одна часть была этого плана. Так вот, великие уроки мы извлекаем из этой недельной главы. Ненависть, она беспричинна обычно. Хотя всегда найдется причина. Нелогична, потому что человеку, тем не менее, кажется, что он логичен. Ненависть всегда разрушительна и лишена рационального поведения. Но и это не все. Вся человеческая история показывает нам, что именно это таламудическое излечение является одним из самых мудрых. Ненависть ведет не только к разрушению тех, кого ненавидят, но в равной степени она разрушительна также и для самого ненавистника. То есть не зря говорят, что если ты кого-то ненавидишь, то ты уже проиграл. И в конце концов выигрывает ненависть. Даже после провала миссии Белам, еще раз говорю, Бог защищает народ, все было понятно. Но тем не менее, например, Балак ищет пути, он с Сиконом заключает договор. Главой премии Мореев. Сикон идет атаковать еврейский народ и так далее. Все тоже уничтожается. И в это время, из-за того, что так произошло, я не вхожу в историю здесь быстро, Мав пострадал сам. Это показательно для силы ненависти. Люди сдадут свои права, в своей стране сдадут права, собственность, ошибочно полагая, что их ненависть каким-то образом преобразуется и трансформируется в уничтожение врага. Все действия из ненависти Балака к еврейскому народу трансформируют себя в его же поражение и гибель. То есть финансируя ненависть, ты ничего никогда не поможешь ни себе, ни людям. Ненависть ослепляет глаза даже тем, кто раньше был мудрым и могуществом. На протяжении, обратите внимание, всего сегодняшнего раздела Торы, Чарадей Билам пытается убедить Балака, что прокрасть евреев невозможно. Он говорит, ну я сделал, не могу. Бог их благословил, что я могу сделать. Я неуязвимый и все. Но, казалось бы, умный, царь Маава не слышит его объяснений. Хотя все усилия Балака поразить евреев дают обратный результат. Они заканчиваются благословениями невольными, да? Поэтому Балак не верит фактам. В своей вот этой мечте уничтожить пришельцев из пустыни, в своем этом пещерном антисемитизме, он не хочет анализировать. И поэтому он отделяет Билама такими способностями, которых у того просто нет. Победить Бога, ну что, с ума посканили. Здесь происходит очень простая вещь. У нас так в жизни тоже бывает. Мечта сильнее реальности. Фактами можно пренебречь, а мечтой нет. Вот я мечтаю, я хочу это и так далее. Но это иногда немножко не так. Человек может собственными глазами, говорят мудрецы, один из выводов нашей недельной главы, собственными глазами видеть истину и все равно продолжать ее отрицать. Знать и игнорировать. И в этом огромная сила человека, встроенная Творцом. В нашу душу такая сила встроенная. Но нам что сказал? Выбери благословение или проклятие. Каждый день мы должны это выбирать. И каждый день мы должны с открытыми глазами выбирать, потому что, к сожалению, не выбирая благословение, мы выбираем противоположное. Поэтому у нас есть огромная сила, надо ее правильно использовать. И надо верить в того, кто нам ее дал. Он все равно самый мудрый, и мы все равно победим. Браховы от слуха.